Посторонние Субтитры создавал DimaTorzok В том числе лоси и волки, которые не стесняются выходить к людскому жилью, особенно по ночам. У самой деревни пролегает дорога, соединяющая аж два районных центра, два ближайших города. Алла приехала поздно вечером на последнем автобусе, тогда метель поднялась, все замело и ничего не видно. Бело-черная пелена перед глазами, снег до полоса леса. По заметенной тропе добрела до жилья, вдоль заборы, что во всех дворах высокие и массивные, и за каждым собаки одна другой больше. Кое-как открыла засыпанную снегом калитку, по сугробам пробралась к крыльцу и еще долго возилась в темноте и холоде с замком. Валеньки и стала чай греть. Чтоб хоть повеселей было, песни напевает. За окном метель, ничего не видно, непроглядная белая тьма. Ветер в трубе печной воет и потрескивают фитильки свечей. Алла походила, походила по дому. Темно, половицы скрипят, мебель сквозь темноту проступает причудливыми формами. Жутко. Дверь заперла, несколько раз перепроверила. Тетка чай с мятой заварила, поужинала привезенной с собой едой и решила пораньше спать лечь. В большой комнате они с сестрой никогда не ночевали. Все помнили, как там гроб с покойной матерью стоял. Постелила на террасе, хоть там и холодно, но не так страшно. Помещение небольшое, заставленное связками книги с сундуками, что еще от мамы достались. Женщина окна зашторила, поставила на тумбочку кровать и лампу зажженную, завернулась во все пледы и спать приготовилась. Лежит в тишине и чувствует жутко. В доме тихо-тихо. За стенами бушует не погода, а внутри тишина. Али даже шевельнуться боязно было, хотя не раз уж ночевала здесь. Заснула быстро, благо очень устала и согрелась. Не помнит, сколько спала, как вдруг слышит сквозь сон голоса чьи-то приглушенные, совсем близко. Глаза открывать не стала, прислушалась недоуменно, а по телу холодок пробежал. Говорят, двое хрипловато, негромко и непонятно на каком языке, сплошная тарабарщина. И тут женщина чувствует, что стоит кто-то рядом по обе стороны кровати. Страх пробрал до самих костей. Лежит и шевельнуться не может. И глаза открыть боится. А голоса продолжают звучать. Ни одного слова разобрать невозможно. Тут Алла не выдерживает и глаза приоткрывает. Видит, склонились над ней двое. Один мужчина, незнакомый, в старомодной шляпе, с усами, черными глазами, одет вроде в пальто. А второй, женщина чуть с ума не сошла, увидев справа огромную лошадиную голову, выступающую из темноты. И смотрит своими большими глазами и шевелит челюстями, будто жует. А вместо чавканья звуки человеческого голоса вырываются. Алла вскрикнула и сама себя под одеялом ущипнула. Думала, снится ей это все. Но нет, ничего не пропало. Алла лежит ни жива, ни мертва. Как вдруг чувствует, за ногу ее что-то схватило. За ступню, то ли рука, то ли лапа. И потихоньку тянуть с кровати начинает. А эти двое, как стояли, таки стоят и смотрят на нее. И все говорят, говорят, говорят. Мужчина кивает, а нечто с лошадиной головой челюстями двигает. Женщина снова закричит, как вскочит, и давай орать на весь дом благим матом и руками махать. Кричит так, что у самой уши заложила. Головой мотает и ногой отпинывает неведомую руку. Когда охрипло и закашлялось, осмотрелась по сторонам. Нет никого. И снова тихо. Керосиновая лампа тускло-тускло горит. Алла вскочила с кровати, перекрестилась, кинулась в двери. Та закрыта. Прислушалась снова. Тишина. Только ветер шумит за окнами. Тетка углы и дверь перекрестила, а затем обратно на кровать залезла. Взяв книгу, что первая под руку попалась, и села читать, чтобы хоть как-то отвлечься и не заснуть. Так и просидела до утра. Часов в семь вышла из комнаты, специально громко сама с собой разговаривая. В доме никаких следов чужого присутствия. Алла тут же собралась и решила идти на дорогу, ждать любого автобуса до центра, лишь бы в доме не оставаться. Когда выходила и запирала двери, снова перепугалась не на шутку. К крыльцу от калитки ведет почти заметные цепочки следов, одни человеческие, другие следы копыт. Женщина снова перекрестилась и поскорее помчалась прочь за пределы дома. Когда калитку запирала, заметила, что следы за ней теряются, будто страшные гости начинали путь от этой самой калитки. Алла ее перекрестила и поспешила по тропе к дороге, боясь оглядываться. На автобус села через полтора часа, когда уже рассвело, и когда в конец чуть не окоченела. Как мне известно, больше тетя Алла не ездит проверять дом, сколько бы ее сестра не упрашивала. Жених из болота Ане было очень тяжело добираться до работы в соседней деревне, и она попросила колхоз выделить ей жилье. Вообще, во всех наших сельхозпредприятиях есть так называемые президентские домики для молодых специалистов, но Аня к ним не относилась, поэтому ей дали дом из старого жилфонда. Она и этому была рада, до работы рукой подать, дом большой, правда почти непригодный для жизни. Нужен был ремонт, печь переложить, утеплить, дров завести, сарай поправить и так далее. Но не суть, выжить можно было. Лето было на исходе, приближалась осень, работалось неплохо, только уж очень скучно в деревне. Иногда приезжали отец и мать, так и жила одна в этом домике. Сам дом располагался на одной улице деревни. Справа жили какие-то алкоголики, слева заброшка, а дальше по улице несколько жилых домов, в них пенсионеры. В конце улицы маленький дом культуры. Там тусовалась местная молодежь по выходным, лет 15-16. Параллельно этой улице другая, центральная, на ней президентские домики, магазин-церковь-остановка. Между этими улицами что-то вроде болотца в густых высоких деревьях, связанное узким ручьем с большим прудом. Пруд хорошо просматривается, то есть видно обе улицы. А вот болотце место дикое, там никто не ходит, только иногда скотина забредает. Совсем недалеко начинается территория заповедника, поэтому на том болотце дикие утки и другие птицы селятся. В двух шагах от людей, а место просто необитаемое. И вот понравилось Анне там время проводить. Ходила туда посидеть на поваренном дереве, почитать. И что уж греха таить, покурить бегала на природе. Молодежи в деревне немного, либо совсем малолетки, либо приезжие, такие как и она. В колхозе работало несколько человек, в основном парни. Они жили в тех благоустроенных домиках. Девчонки ездили из райцентра, у кого квартира там, кто замужем. После работы пообщаться не с кем. Вот и проводила свое время девушка в одиночестве. За ее домом на огороде было большое яблоневое дерево, а на нем качели. Остались от прежних жильцов. Здесь тоже частенько была наша героиня. И вот как-то поздним вечером познакомилась она с парнем. Гуляла по своей улице, а он навстречу. Он был симпатичный, высокий, светлые волосы, очень хорош с собой, лет 25-27 ему. Познакомились, пообщались, понравились. Каждый вечер начали встречаться и проводить время вместе. Романтика. Анна говорит, очень ей этот парень понравился. Была только одна странность. Днем, когда была она на работе и хотела ему позвонить, Телефон был все время отключен, а вечером только подумает, выйдет во двор, А он уже стоит у калитки и приглашает погулять. Утром выходит на работу, а на крыльце букеты полевых цветов целые охапки. Анна рассказала родным, что встречается с интересным парнем, что зовет он ее жить вместе. Мама попросила познакомить ее с ним, решила посмотреть на потенциального жениха. Он пообещал прийти, но так и не явился. Родители уехали в свой поселок, а встречи продолжились. Тут уж он стал настаивать, пригласив гости, давай жить вместе. Уйдет после встречи домой, а через час-два возвращается, стучит в окно, к себе зовет. Днем тишина. Анна при встрече стала его расспрашивать, кто он, где живет, кто его родители. Сказал, живет в конце поселка один, работает в райцентре, зовут Егор. Девушка решила днем посмотреть, где он живет. Прошла по улице, но ничего так и не выяснила. Родители спрашивают, мол, ну когда с женихом познакомишь, ты, наверное, его выдумала от скуки. Парень появлялся только, когда Аня одна, все просится в дом войти. Сколько бы это продолжалось, неизвестно. Только решила мать справки навести. На их улице жила семья пенсионеров. Мать с ними познакомилась. Они яйцами домашними торговали и молоком. И вот разговаривали с той бабусей. Мать рассказала, что ей жених приходит по вечерам гуляет с дочкой. Описала его. Бабуся и говорит. Да не знаем мы такого. Нет у нас такого в селе. Деревня-то небольшая. Все друг друга знают. А потом говорит. Дай подумать. Был у нас тут один парень. Работал ветеринарным врачом. Пару лет назад жил на той улице. Убили его. По описанию сходится. То ли Игорь, то ли Егор звали. Приехали в колхоз несколько молодых людей. Двое пацанов и девушка. Работали на ферме. Молодые специалисты. Они ту девчонку не поделили. Так вот по пьяной лавочке. Один из них и деваха убили парня. Распилили до в то озерцо и бросили. Открыли следы. Потом уже нашли труп через время. Родители у него обеспеченные. Настаивали на расследовании. И дознались правды. Неужто это он? Спаси Господи. Мать испугалась не на шутку. И забрала Аню из той деревни. Быстро уволились и уехали от греха подальше. Тем более работа нашлась в городе. В деревне. Как-то решила приехать в родную деревеньку на лето. Домик там старенький, но жить в нем можно. Уставшая от городской суеты, я была безмерно рада тому, что скоро вновь смогу вдохнуть свежий запах палевых цветов и спокойно вечером послушать красивое пение птиц. Приехал я в родную сторонку вечером. Решил оставить вещи в домике и прогуляться. Сходить к реке. Но удивление людей на улице не было. Обычно летом все съезжались сюда. Я не торопливо направилась к реке, все еще желая встретить на пути кого-нибудь из знакомых. Но увы. Река была такая же красивая, прозрачная, словно озеро и манящая. Но что-то было не так. Что-то навевало невероятную тоску. Тучи потихоньку закрывали ясное небо. Погода портилась на глазах. Вдруг я почувствовала капельки дождя. С каждой секунды они учащались и в итоге превратились в ливень. Я хотела идти в домик, но какая-то неведомая сила удерживала меня, не давая сделать и шагу. Сверкнула молния и вдруг показались две фигуры. Они приближались. Я сумела разглядеть двух братьев-близнецов. Они бежали рядом с рекой, взявшись за руки и хохотали. Все это показалось мне странным. Кто отпустил детей гулять в такую погоду? А может они, как и я, пришли сюда раньше? Я уже хотела сказать мальчишкам, чтобы шли домой, так как сверкает молния. Когда они оказались где-то на расстоянии десяти метров от меня, то неожиданно остановились. Они стояли и молча смотрели на меня. В тот момент я потеряла дар речи. Тело не слушалось меня и не давало шевельнуться. Вдруг мальчишки резко развернулись и побежали прочь. Меня будто отпустило. Я мигом побежала домой. Утром было сложно раскрыть глаза. Рядом с моей кроватью на табуретке сидела соседка, тетя Лиза. Когда я очнулась, она спросила, как ты себя чувствуешь? Вчера прилетела ко мне температура под сорок, глаза по пять рублей. Я и не помню. Голова жутко болела. Тетя Лиз, там у реки Риткины сыновья бегали. Что же она их домой не загнала? Молния же, мало ли что. Тетя Лиза перекрестилась и покачала головой. Да у тебя из-за такой температуры бред случился. Нет никаких сыновей. Помер ли неделю назад? После этих слов она сразу перевела тему. Было видно, что она ужасно взволнована. До сих пор не могу понять, что тогда произошло и кого я видела. Бабушка Сейчас я поведаю вам историю, которую услышал от собственного отца. Буду пересказывать с его слов. Случилось это в далекие семидесятые. Тогда я был мальцом. Мы жили в деревне. Я мама и бабушка моя. Помню смутно, чем занималась бабушка. Но она не работала. Была кем-то вроде знахарки. Лечила местным грыжи. Лечила от пьянства. И так по мелочи помогала. Так шли дни, недели, года. И вот мне исполняется четырнадцать лет. Как сейчас, помню, мать целый день готовит. А бабушка что-то волновалась много. Постоянно что-то бубнила под нос. Читала что-то. Целый день я гулял. Под вечер я жутко уставший пришел домой. После официальных поздравлений и ужина. Мне чертовски захотелось спать. Проснулся среди ночи. Хочу в туалет. Природный зов заставил вылезти из теплой кровати и пойти на улицу. Сделав свои дела, я решил немного освежиться. Присел у крыльца на скамейку. Смотрел на чистое небо. Огромная луна и тишина. Спать больше не хотелось. И я решил пройтись до огорода. Нарвать хотя бы яблок. Утрождать и то веселее. Только встаю, как замечаю, что кто-то стоит метрах двадцати от меня. Пригляделся. Вижу, бабка эта моя. Хотел ее уже позвать, да подумал, заругает еще, что ночью не сплю. И интересно-то так стало, что она ночью сама-то в огороде делает. Я решил проследить хоть немного. Она что-то говорила. Явно был слышен голос. Тихий, но слышен. И тут она оглядывается. Я думал, что меня заметит, но пронесло. И тут... Она просто прыгает на четвереньки, как кошка. Сразу на четыре лапы. Через мгновение она ровно в два прыжка так добралась до забора, который, впрочем, метров полтора высотой был, и перепрыгивает его. Я стою в шоке, как парализованный. Не знаю, что делать. Смотрю, а она далеко уже бежит. Все так же на четвереньках. Ей богу, как собака. Только быстрее. Как она скрылась совсем из вида. Я еле-еле от страха поплелся домой. Мать спала. Кровать бабушки пустая. Значит, точно не ошибся. Лег, провалился в сон. Утром все были на своих местах. Никому ничего рассказывать не стал. Побоялся. Вскоре бабушка умерла. Девяносто восемь лет ей тогда едва стукнула. Так и не осмеялся у нее про тот случай спросить. О чем очень жалею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова